Второй раз, и пускай это будет мой личный отчет пребывания российских оккупационных войск в Украине, я записываю программу не на родном мне языке, а в данном случае на языке оккупанта, выбор осознанный, поскольку я прекрасно понимаю, что многомиллионной России и среди российскоязычного населения Украины, которая до сих пор не понимая, почему не выучила украинский язык, есть проблема с доступом к информации, они пребывают в информационном вакууме кремлевской пропаганды, так вот специально для них эта программа, для того, чтобы они имели доступ к другой информации, не велись на фейки и вбросы. Меня зовут Ася Клитная, поехали! Где вы берете фарш? Вы покупаете его уже готовый в супермаркете или берете какие-то русские пригодные мяса, пропускаете через мясорубку? Если вы задумались над этим вопросом, я знаю, кто на него знает ответ, это русские бабы, они производят фарш, они его рожают и продают за 5 миллионов за сыночка или мужа. Мясорубка российской абсолютно не человеческой пропаганды вместе с слаженными действиями ВСУ успешно перемалывают продукт в пригодный для украинского чернозема фарш. И вот совершенно недавно, накануне войны, к ним, счастливым русским бабам, присоединились женщины из так называемых, никем не признанных, кроме России, Донецкой и Луганской республик. Всех, блядь, лодят, нахуй, везут в ебаные военкоматы. Более половины мобилизованных, которые уже находятся на фронте, не умеют заряжать автомат. Итак, тайна уже ни для кого не тайна. Почему Путин признал до этого непризнанный ЛДНР именно накануне вступления российских оккупационных войск в Украину? Давайте посмотрим это видео вместе, оно очень занимательное. Я... Или признавать суверенитет республики? Я... Я... Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей Николаевич. Я поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Мы об этом не говорим. Святая правда. Об этом они не говорили. На кой черт им Донецкая и Луганская республики по факту за 8 лет войны депрессивные регионы? Так вот зачем эти депрессивные регионы в составе самой депрессивной России? Однако никто не отменял Донецк и Луганск как плацдарм для дальнейшего прохождения войск. Ну а местных жителей как пушечное мясо, которое можно отправить в войну, даже не объявляя всеобщую мобилизацию. И это гениально, потому что сценарий с всеобщей мобилизацией в России не пройдет. И российский оппозиционный блогер и политик Максим Кац сделал об этом прекрасный материал. Почему всеобщая мобилизация в России невозможно, посмотрите обязательно. Но есть еще важные нюансы, и мы пытаемся в них сейчас с вами разобраться. Так вот, во-первых, придется объяснять населению, зачем нужна эта мобилизация. Почему так называемая вторая армия мира не справляется с крошечной по сравнению с Россией, Украиной. Это первое. Второе, мы должны помнить о двух скрепах, которые без устали работают в России. Это, конечно же, православие, русское православие, как единственное правильное религиозное решение. Ну и речь идет про победу над фашизмом, которая культивируется до уровня едва ли не высоты Вавилонской башни. И абсолютно все равно, что эта победа была 80 лет назад. И она вряд ли была бы возможна без открытия Второго Западного фронта. И делит эту победу между собой ряд стран. Она не может быть приватизирована только Россией. Вот это вот важно. Хотя это лирика. Но мы об этом должны помнить. Так вот, одно дело сидеть на кухне, быть кухонным ура-патриотом и диванным экспертом, пить водочку, закусывать огурчиком и рассказывать, что твой сын воюет с нацистами по контракту. Получают за это какие-то зарплаты, дивиденды условные, возможно, в виде стиральной машины или изнасилованной украинки или ее ребенка. А другое дело быть мобилизированным. И сгинуть в украинских черноземах абсолютно бездарно. И никто о тебе даже не вспомнит, твое тело даже не заберут. Потерь-то нету. И будешь гнить ты в украинских полях и лесах. И даже голодные собаки на третий день не захотят жевать твое воняющее тело. А это люди понимают. И это очень сильно грозит Кремлю. Не потому что рейтинг Путина упадет или просядет. Никто вообще не знает реальный рейтинг Путина. Потому что когда голодная, оголделая от лишений и нищеты, лишенная образования толпа, задаст этот вопрос, Кремля может не стать. И в российской истории были такие случаи. И даже богом помазанного, а мы помним это первая скрепа, Николая Второго расстреляла именно это, оголделая от нищеты, лишений и отсутствия образования толпа. На мясо. Мясо нужно. А потому нужен Донбасс. Но война эта происходит не в пещерные времена, и у людей есть связь. Есть интернет. Люди между собой общаются. Не так давно эти люди были частью украинской государственности. Они были частью Украины. Донецк и Луганск. Многие туда выехали. Многие сейчас сражаются в рядах ВСУ, защищая свой дом. Потому что уже один раз они свой дом потеряли. Они не могут его потерять второй раз. Но многие остались. И они рассказывают о том, как на Донбассе отлавливают пригодных службе людей, отправляют без общей мобилизации на фронт. Абсолютно незаконно. И тот человек, с которым ты 8 лет назад пил пиво после школы или на первых курсах университета после пар. Так вот он не выходит на связь недели. А твоя одноклассница звонит и рассказывает, как ее папа пошел за условным хлебушком и не вернулся. И они с мамой уже прекрасно поняли, что они его не увидят. А дальше прямая речь. У нас тут пизда. Тут ловят, блядь, по рынкам. На остановках, блядь. У нас тут тёлки. Всем уходят в магазин, блядь. Все типы, блядь, это у меня знакомые. Все тупо сидят дома, блядь. Всех, блядь, ловят, нахуй. Везут в ёбаный военкомат. Одевают, как петуха ебаного, нахуй, блядь. На три размера меньше или на два размера больше. И отправляют куда-то, нахуй, типа на КМБ. Причём по хую. Инвалидность у тебя, хуидность, блядь. И если в ДНР ещё есть такая возможность заплатить и откосить, то в ЛНР такой опции нету. В Луганске мобилизуют профессоров и преподавателей высших учебных заведений. Как технических, так и гуманитарных. Всех, в том числе в возрасте старше 50 лет. Людей, которые никогда не служили в армии. Которые никогда не держали в руках оружие. Кстати, более половины мобилизованных, которые уже находятся на фронте, не умеют заряжать автоматом. И сейчас всё больше информации про подобные сценарии в аннексированном Крыму и оккупированном Херсоне. Тебя ловят, тебе дают китель. В лучшем случае броник и калаш. И отправляют на фронт тебя, вчерашнего гражданского. А ты даже не знаешь, что такое мина, как она выглядит и что такое растяжка. И ты идёшь воевать против тех, с кем 8 лет назад ты пил пиво. Кушайте свой русский мир. Не облябайтесь. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok